Всем привет! Всем доброго времени суток! С вами Виктория и сегодня в видео я хочу показать вам свой первый заказ по 17 каталогу 2024 года компании Faberlic. Всем, кому интересна тема таких видео, я, конечно же, вас приглашаю к просмотру. Сразу хочу обратить ваше внимание, что каталог номер 17 короткий, он действует 2 недели, по 1 декабря включительно. Поэтому, девчонки, у кого есть в этом каталоге подарки, у кого стартовая программа, не забудьте воспользоваться и своевременно оформить и оплатить ваши заказы. Я сделала свой первый заказ по этому каталогу и вы знаете, уже когда заказ был в пути, я стала вспоминать, что очень много позиций товаров я забыла добавить в свою корзину. Заказывала я сразу заказ и новинки. Так как каталог короткий, то вип-консультантам новинки доступны были сразу с понедельника. И сейчас, пока не забыла, скажу вам, что на губах у меня нанесена новинка. Это новинка следующего 18 каталога. Новая вот такая будет у нас матовая помада выйдет в каталоге. И я нанесла эту помаду, но наносила я ее вместе с бальзамом серии «Зима». И для меня бальзам серии «Зима» это самый-самый лучший, самый любимый бальзам в каталоге. Обожаю его. Я вчера эту помаду пробовала наносить на губы просто моно. Получается такой красивый матовый финиш. Сразу скажу вам, что помада для меня это аналог ушедшей из каталога матовой помады «Киспруф», которую многие очень любили и обожали. Здесь немножечко изменились оттенки. И, наверное, изменилась, расширилась палитра тонов. Но по одушке помада идентична помаде «Киспруф». И по своему качеству она прям очень похожа. Ну, наверное, процентов на 90 она близка к помаде «Киспруф». То есть для меня это, по первым ощущениям, это ее аналог. Ну, позже в отдельном видео о новинках мы подробно остановимся на этой помаде. Я вам о ней расскажу, поделюсь впечатлениями. И вот сейчас у меня нанесен на губах, наверное, самый первый оттенок, самый верхний он в каталоге из этой палитры. Это жемчужный розовый тон в артикуле 41-220. Но сначала на губы я нанесла вот этот бальзам. Вчера я 2 часа ходила вот так. Бальзам плюс сверху это помада. Помада не растеклась. И при нанесении бальзама серии «Зима» помада превращается в кремовую. У меня вот в холода очень как бы сохнет кожа губ, склонна к сухости, вот к шелушениям. Поэтому мне вот на данный момент так комфортнее. Вообще я больше люблю вот кремовые, сатиновые текстуры. Но помада «Киспруф» в каталоге у меня также являлась одной из самых любимых. Хотя не сразу я с ней как бы подружилась, но в итоге мне она очень понравилась. В общем, позже я вам расскажу свои ощущения об этой новинке. Я просто рассказала вам, что на губах, потому что будете спрашивать. Оттенок мне очень понравился. На каждый день такой розоватый нюд красивый. В общем, вот так смотрится на губах. И в отдельном видео о новинках, когда я буду рассказывать, мы посмотрим с вами эту помаду и «Мона», и с бальзамом. И сравните. Может быть, немножечко даже, может, меняется оттенок. Но мне кажется, он, в принципе, такой же остается. И давайте расскажу вам, какой сейчас в каталоге подарок для новых покупателей. Если вы еще не зарегистрированы и хотите для себя приобретать продукцию компании «Фаберлик» со скидкой 20%, я приглашаю вас. Ссылка для регистрации всегда есть под моими видео. В первом закрепленном комментарии также в описании под видео. И в описании я всегда вам прописываю артикулы всех товаров, которые показываю. И в этом каталоге, я считаю, что отличнейший подарок – это набор. Вот такой у нас есть парный аромат. Женская парфюмерная водичка «Валькирия» и мужская парфюмерная вода «Викинг». Так вот, за ваш первый заказ вы сможете получить один из этих ароматов на ваш выбор в подарок. Для этого вам необходимо по этому каталогу по 1 декабря включительно оформить и оплатить по 1 декабря включительно. Ваш первый заказ на сумму 1500 в цене каталога. Регистрация вам даст ваш личный кабинет, как в любом интернет-магазине, где вы будете видеть распродажу. И также регистрация вам даст скидку 20%. Поэтому заказ ваш будет для получения одного из ароматов в подарок выглядеть так. 1500 минус 20% получается 1200 плюс сбор за доставку. Но обязательное условие в ценах каталога должна быть сумма 1500, то есть не рублем меньше. И еще я хочу отметить, что сейчас для новых покупателей, кто зарегистрируется, получается двойная выгода. Не только подарок, но на сайте компании «Фаберлик» с сегодняшнего дня, с 21 ноября по 24 ноября включительно, то есть по воскресеньям включительно, идет распродажа товаров со скидками до 70%. Там представлено 6 категорий продукции. Открываете раздел «Персональные акции». Второй шаг заказа. Переходите в раздел «Распродажи». Там у вас будет подраздел «Черная пятница. Распродажа. Скидки минус 70%. И вверху перед списком будут разделы. Открываете каждый и по списку выбираете то, что вам нужно по распродаже. То есть вы сейчас можете по распродаже приобрести продукцию. Обязательно берите пробник парфюмов, который хотите протестировать. Потестируйте и уже точно будете знать, какой на выбор из ароматов вы хотите в подарок. А со вторым заказом по каталогу номер 18, он будет действовать со 2 по 23 декабря для себя в подарок. Выберите один из этих парфюмов. И второй заказ можете оформлять либо минимальный тысяча в ценах каталога. В компании «Фаберлик» есть понятие минимального заказа, потому что от минимального всегда применяется скидка 20%. Либо можете принять участие в стартовой программе по вашему желанию. Я о стартовой программе вам тоже после регистрации подробно все расскажу, с вами свяжусь, объясню. Можете задавать мне любые вопросы в любое удобное для вас время. Ну а теперь давайте смотреть мой заказ. Покажу вам, что я заказала из этого каталога. Я буду делать обязательно еще один заказ. И девочки, хочу обратить ваше внимание, сейчас будут у многих корпоративы. И обращайте внимание, колготки 40D с хорошей скидкой. Шикарнейшие колготки. В цене каталога цена огонь всего 199 рублей. Минус скидка 20%, 159 рублей получаются колготки. В магазинах такой цены, такого шикарного качества колготок вы явно уже не найдете. Действительно, качество здесь великолепное. Колготки прекрасные. И здесь представлено 4 оттенка на выбор. Но у меня вот любимый, например, дымчатый. Есть еще телесный, бронзовый, черный и кофейный. Поэтому вот такие колготки можно будет себе прикупить. Не забывайте, кто будет посещать новогодние мероприятия. Колготки, я думаю, вам 40D будут прям вот кстати. Ну а теперь приступим к моему заказу. Я решила полностью собрать новую посуду. Ну, не совсем полностью, но то, что мне вот интересно. Посуду классика. Я заказала в прошлом каталоге 6 чайных пар. Это чашечка и блюдце. Пользуюсь с удовольствием, мне не очень нравится. И решила я дальше собирать. И заказала 6 вот таких малых салатников. Они тоже приходят в коробочках. Я их уже все выкинула. Приходят здесь с пупырчатой пленочкой. То есть можно и на подарок рассматривать. Вот такая получается у нас идет вот такой малый салатник. Большой салатник я заказывала в прошлом заказе. Здесь вот это все ребристое. Это материал здесь фарфор. Вот так у нас с обратной стороны выглядит сама тарелочка. И я хочу еще купить для себя маленькие вот такие тарелки для вторых блюд. Но вот такие, почему я взяла 6 штучек, потому что для меня они для первых блюд просто отличные тарелочки. Ну и также там салатик на стол. Вот как-то вот там на несколько порций можно сложить. Я вам принесла показать тарелку из последней вот коллекции, которая у нас выходила из прошлой. Вот у меня тоже их 6 штучек. И я ими пользуюсь. Ну в основном для первых блюд. У микроволновой печи можно разогревать. Но посмотрите, вот это чуть-чуть полегче. Здесь как бы поплотнее сам материал. И вот это у нас идет пошире. То есть она чуть-чуть поменьше высотой. И вот чуть-чуть как бы пошире вот эта пиала. Ну вот получается как бы вот, наверное, немножко даже пообъемнее что ли. В общем, вот такие пиалочки. Вот эти у меня тоже 6 штучек есть. Я ими пользуюсь ежедневно. И вот такие тоже решила еще заказать. Ну и потом в следующем заказе закажу себе еще 6 тарелочек. Возьму для вторых блюд. Ну и теперь немножечко я заказала себе из серии Дом Фаберлик. У меня нету в запасе стирального порошка. Я взяла свой самый любимый. Самая любимая тушка горная свежесть. Есть еще у нас альпийские луга. Он такой для меня более, наверное, летний. Мне больше вот этот нравится. И также еще есть у нас универсальный. Тоже очень приятно, очень деликатно пахнет. Поэтому вот чтобы у меня... У меня одна пачка, я уже высыпала ее в контейнер, пользуюсь. И вот еще решила взять, чтобы не было так, что порошок закончился и порошка нет. И далее следующее, что я взяла. Сейчас обращайте внимание, в линейке Соу Юн выгодная акция. Идут желтые ценники. Если берете 2, 4, 6 и так далее товара, срабатывает желтый ценник. Я взяла 2 вот таких кондиционера. Один я заказала себе и один маме. Ей очень понравилась отдушка этого кондиционера. Сказала, закажи мне. Такое прям очень приятное, нежное. На самом деле, да, такая вот она как бы цветочная, конфетная. Очень деликатная, ненавязчивая. Мне вот эта отдушка тоже очень-очень понравилась. И я, ну, наверное, почти в каждом заказе заказываю себе этот кондиционер. И также вот я взяла еще свой самый любимейший кондиционер. Это восточный пион. В общем, вот таких у меня было 3 кондиционера в моем заказе. И если кому понравились капсулы для стирки, вот из линейки Соу Юна мне не очень понравились. Но они у меня пока есть. Но я думаю, может, буду делать второй заказ. И возьму тоже себе вот, можно взять пару упаковок. Можно также с кем-то договориться взять. И сработает у вас, применится желтый ценник. Также для посуды я повторила вот такое средство. Это средство с биоэнзимами. Лимон и мята. Мне очень нравится здесь отдушка. Очень приятная такая мятная, освежающая, поднимающая настроение. Отдушка здесь прекраснейшая. Так что тоже решила его заказать. Сейчас у меня тоже в использовании такой же. Но уже осталась, наверное, 1,4 во флаконе. Повторила я из новой лимитированной коллекции. Эта коллекция у нас появилась к новогодним праздникам. Называется «На волшебные моменты». Из этой коллекции мне вот особенно по отдушке понравился освежитель. Он прям такой нежный, женственный парфюм. Очень приятно пахнет. Можно распылять не только в туалетных комнатах, но еще и использовать в комнатах. То есть в квартире, там в коридоре тоже очень приятно пахнет. Вот такой сейчас у меня в использовании. И решила его еще взять. И повторила я мыло для кухни. Тоже из этой коллекции. Приятнейший такой же аромат парфюма. Вот, например, средство для мытья посуды мне тоже понравилось по отдушке. Но все-таки для кухни мне как-то вот, если для мытья посуды особенно, то больше нравятся фруктовые именно отдушки. Ну, а вот это вот решила взять мыльце еще. Отдушка тоже вот очень приятная. Вот единственное из этой серии, мне как-то не очень зашел кондиционер. То есть, ну, не моя отдушка, его я повторять не буду больше. Следующее, что было у меня в заказе, как я вам и говорила, мне из линейки Aromeo очень понравился вот этот спрей. Это новинка этого 17-го каталога. Тоже к праздникам вышел. Называется, по-моему, время чудес. И здесь приятнейшая отдушка. Здесь какая-то есть нотка, которая мне напоминает одну из моих любимых туалетных водичек от Guerlain Insolence. У меня есть этот аромат. Летом, конечно, я им не пользуюсь, но зимой один вапшика, когда он раскрывается, он очень комплиментарный, очень приятный. И здесь как бы отдушка яркая, немножко такие восточные какие-то праздничные нотки для меня очень приятные. Поэтому я вот решила, что я таким кондиционером пользуюсь. Использую в основном его на белье в сушильной машине. И бывает для настроения могу разбрызгать, но когда наносишь в сушильной машине, там и так аромат этот распространяется. И, в общем, очень понравилась мне эта отдушечка, поэтому я решила взять себе в запасы. Следующее, что было у меня в заказе. Я как фип-консультант могу приобретать товары со скидкой 70%. Поэтому я решила взять себе в запас свое любимое гидрофильное масло. Обожаю его в вечернем демакияже вместе с пенкой Сеул, постоянно пользуюсь. И если вы используете гидрофильное масло, гидрофильное масло отличается чем от обычных средств, то что масло прекрасно очищает поры. На YouTube очень много сравнительных видео, где наносят тональный крем на апельсин, на кожуру. Кожура пористая и показывает, насколько гидрофильное масло очищает вот эти поры у апельсина. То есть, также вот и кожу у человека. И я полностью согласна, что очищает хорошо и поры. Если вы пользуетесь гидрофильным маслом, то, в принципе, вы знаете, как очень хорошо очищает вечером. Мне кажется, можно даже скрабы не использовать, потому что можно переочистить кожу. И на глаза я не использую масло, нельзя наносить на глаза. Наношу где-то 3-4 нажатия, распределяю по коже, немножко массирую. Затем я вспениваю водичкой, это все добавляю водичку. Это все превращается в такую как бы белесую эмульсию, как молочко. Затем у меня есть целлюлозные спонжи. Спонжем я это все удаляю излишки, то, что молочка этого. И затем я смываю пенкой СИУ. И мне очень-очень нравится. Но пенку, конечно, я уже использую в районе глаз. То есть смываю уже тушь и смываю тени, которые использовала. Также со скидкой 70% я себе повторила вот такую новинку 17-го каталога. Это новый крем Сияния. У нас вышло 2 крема, покажу вам их. Я ими сейчас активно пользуюсь на ежедневной основе. Вот такие кремы. Один Сияния, один отбеливание. Есть у меня подробное видео. Здесь очень много экстрактов в составах этих продуктов. И мне настолько зашел крем Сияния, настолько понравился. Я использую в основном крем Сияния утром. Могу сразу на очищенную кожу после тоника его применять. А могу вначале воспользоваться своими средствами дневными, которые использую днем. Ухаживающие кремы от Фаберлик сначала, сыворотка плюс крем. А потом чуть позже наношу вот этот крем. И сразу немножечко добавляю отбеливающего. Отбеливающий, минимальный у него расход, его нужно прям капельку на лицо. И можно под глаза, он хорошо выравнивает тон. А вот Сияния у меня прям быстро расходуется. Здесь очень красивые баночки. Я вам уже показывала, рассказывала. Ну и у меня, наверное, одна треть баночки. Вот я пользуюсь, у меня уже ушла. Видите, он был прям, так вот так покажу вам. Его прям было здесь много. Прям, ну вот, прилично. Ну, наверное, да, почти половиночку, наверное, меньше. Одну третью баночки я уже использовала. Я очень довольна. Он настолько нежный на коже, увлажняет ее, питает. Прям вот кожа настолько мягенькая, бархатная. Она прекрасно подготовлена к дальнейшему нанесению средств, тонального крема. Можно сразу тональный нанести на этот крем, но я немножко добавляю вот этой высветляющей базы. Затем использую бибикрем из серии коллаген. И вот мне нравится очень это сочетание, понравилось. Поэтому я этот крем заказала еще. Он, видите, еще у меня в слюде, в упаковочке. Он приходит вот так заслюдирован. И можно на подарок. В общем, вы знаете, вот я сколько общалась с девочками. И вот те, кто видео снимает, кого смотрю, и на пункте выдачи. И вот ни одного человека нет, который бы сказал, что крем мне понравился. Все в восторге от вот этой линейки. И я вам советую не потому, что я хочу продать, а потому, что вот искренне, ну вот мне понравилось, не знаю. Все мы, конечно, разные, все индивидуально. Но я вот их сочетаю именно в паре. Сначала сияние, немножечко впитается, затем чуть-чуть отбеливающий, потом свой тональный. И мне вот такой тандем у них очень-очень нравится. Поэтому я прям вот довольна. Но отбеливающий хватит на долго. У него минимальный расход и объем здесь в баночке 50 мл. Далее, что я заказала, у нас снова в каталоге. В прошлый раз я забыла заказать, девчонки. Я взяла себе вот такой консилер. Помните, у нас в линейке Ицкалаген он появился. Его быстро разобрали и многим он не достался. Но вот сейчас в каталоге он снова есть. И я решила взять, это, по-моему, у меня оттенок натуральный. Идет, да, 6811 его артикул. Он запакован. Здесь есть спонж. Ну, давайте, я, наверное, буду им пользоваться. Мы сейчас с вами его попробуем. Я думаю, что, если он не сильно здесь туго запакован, попробуем его открыть. Покажу вам оттенок. Чем отличается этот консилер? Он плотный. Он имеет матовый финиш. И вот такой консилер, он, конечно же, вы знаете, хорошо подходит, как база под тени. И он очень хорошо перекрывает темные круги под глазами. Но, что хочу вам сказать, что, так как он плотный, у него такой довольно суховатый финиш, что, ну, мне, например, комфортно нанести сначала, например, консилер из серии Нео Серум, а затем сверху добавить немножечко вот этого корректора. Так, у него здесь есть вот такой спонж. Вот. На кончике можно воспользоваться. И вот здесь вот у нас, ну, обычный вот спонжик, да, добавлен сам продукт. Давайте посмотрим, какой он по цвету. Этот он натуральный. Отдушка такая же, как и была. Все осталось прежнее. И он прям плотненький. Он очень хорошо выравнивает. Можно точечно на какие-то покраснения, постакты наносить на пигментацию. Будет тоже замечательно. Следующее, что я заказала, я решила пройтись по своим любимейшим средствам, которые в этом году, ну, я, наверное, можно сказать, практически весь год пользовалась этими продуктами. Это вот такая моя любимая парочка. Постоянно вам показываю. Бюджетно, но очень эффективно. Мне очень нравится вот эта сыворотка серии Блум. Она также прекрасно и питает, и увлажняет кожу, убирает тусклость, серость, освежает, придает сияние коже. В общем, я очень довольна. Здесь хороший объем 30 мл. Сыворотка вышла для всех кремов серии Блум. Она у нас по возрастам делится. И для меня это шикарнейший продукт. И стоит копейки. Чуть больше 200 рублей, по-моему, или 299 в каталоге. В общем, 200 с небольшим рублей он выходит в закупке. Следующее, что я взяла, уже, наверное, 4 тубы за этот год я использовала. Это вот такой крем Блум. И хочу сказать, что на данный момент это мой самый любимый крем для кожи вокруг глаз. Он разглаживает мелкие мимические морщинки, выталкивает их, освежает кожу. В составе есть у него кофеин, который также убирает припухлости и немножечко, как бы, осветляет темные круги под глазами. И мне очень нравится вот это средство. Тоже стоит копейки, но оно шикарное. Кто не пробовал, советую попробовать. Очень понравился. Еще я заказала свой любимейший крем из серии Эксперт. Это круговая пластика. У меня этот крем... У меня оставался... Я делала заказ по 16 каталогу. Я увидела, что одну скидку... У меня две скидки 70% за 100 баллов. Я забыла использовать. Я решила взять вот еще крем круговая пластика. В запасах нет. Сейчас пользуюсь. Крем пришел от 1 ноября 2024 года. Прям покажу вам. Пришел мне свежайший. Кстати, девочки заказывали крем Ретинол Лайк. Он сейчас бонусом идет. И писали в чате, в Телеграм. Кто еще... Присоединяйтесь в чат. Кто хочет пожелание, что всем... Вот осенью изготовлен был крем Ретинол. В общем, всем девочкам цена сейчас очень бюджетная. И вот двум девчонкам... Девчонки отозвались. Задавали девочке вопрос. Сказали, что крем пришел свежий. Но я решила взять круговую пластику. Мне он очень-очень нравится. Также я заказала... У нас есть такой раздел остатки сладкие. Минус 75% в распродаже. Я взяла... У нас есть вот такой маленький. Из предыдущей еще серии. Кислородный бальзам. Я решила его взять, потому что у него была хорошая стоимость. Здесь 15 мл. Но тем не менее. Бальзам усиливает действие всех наших кремов. Подходит под любой крем в качестве сыворотки. Ну и конечно же здесь наш любимый кислородный комплекс. И бальзам изготовлен 5 июля 2024 года. Девчонки тоже бальзам. Свежайший. В разделе остатки сладки. Поэтому кому нужен такой бальзамчик, берите. У нас вышел новый. Но вот прежний тоже многим очень нравится. Я его видела и решила также... Ну он такой как бы расходный продукт. Лишним не будет. Еще я заказала для себя новинку. Вот такой крем у нас обновила серия Oxiology. И в серии кислородное сияние я решила взять крем для кожего кругла. Здесь в составе есть триголоза, ниацинамид. И надо потом посмотреть, есть ли здесь... Вот я почему-то забыла глянуть, честно. Есть ли здесь кофеин в составе. Но если что, кому будет интересно, я могу глянуть. И в комментариях тогда вам обязательно отвечу. И вот таких кремов, поверьте, у нас еще не было. Вот насколько я Фаберлик, по крайней мере, я не встречала. А дело в том, что посмотрите, какой он интересный. Он идет слегка розоватого цвета. И в нем, вот как в хайлайтере, деликатные вот такие подсвечивающие частички. То есть вот так он смотрится. Помните, у нас как-то была сыворотка, жемчужное сияние в этой серии. И вот этот крем, он как бы... Ну вот наносишь его сюда под глазки. Он очень мягкий, приятный. Очень приятно, очень деликатно пахнет. И вот такой как бы эффект. Вот видите, ухоженный, подсвеченный. Немножко чуть такой розоватый оттенок, здоровой кожи он придает. Но, если у вас выражены темные круги под глазами. Например, у меня я могу часто, допустим, допоздна, когда засвеживаешься. Потом вот здесь как бы кожа страдает. И вот я сегодня его использовала, этот крем. Если у вас ярко выражены круги, то подсвечивающий эффект может создать обратный эффект. То есть как бы того, что у вас их будет еще заметнее. Поэтому, конечно, хочется создать как бы такое отдохнувшее сияние. Но нужно, ну, наверное, вот чтобы как бы их сгладить, лучше воспользоваться либо вот таким консилером, если они есть. Либо вот этим белым отбеливающим кремом. Но вот этот крем тоже как такое деликатное сияние. Мне кажется, можно его и на зону вот сюда хайлайтера нанести под тональный крем. Тоже будет замечательно. Поэтому обращайте внимание. Вот такой интересный кремушек. И, в общем, вот так он смотрится. И крем сияние вот из этой серии, обновленный дневной, тоже вот с таким розоватым эффектом. В принципе, под тональный крем и как ухаживающий крем. И вот эффект вот такого сияния деликатного тоже будет интересно смотреться. Также, что я еще заказала. Но я вам в новинках, в видео о новинках более подробно остановлюсь. Я заказывала два пробника. У нас появляются два новых аромата. Два фланкера, можно так выразиться. Парфюмов Викинг и Валькирия. Вот этих будет Викинг Сага и Валькирия Сага. И на мое обоняние Валькирия Сага это очень похож. Очень можно, если человек не знает, спутать с парфюмом Today от Avon. Я когда-то еще в молодости, когда я была незнакома с Фаберлик, я у своих родственников заказывала водичку Today. Она мне очень нравилась. И тогда это был такой прям шикарный аромат. Но сейчас, когда его слышишь от женщины, он очень приятный. Ну вот для меня наша Валькирия, хотя нотки разные. Здесь как бы в шлейфе солирует липа. Вот я слышу нотки липа очень хорошо в аромате. Но он такой как бы чуть-чуть сладковатый, неприторный. Такой теплый аромат. И очень похож на Today от Avon. Прям очень похож. А мужской тоже приятный. Но есть какая-то морская солонковатая нотка. Я на своих родных его тестила на мужчинах. Ну и как-то им вот видно, именно эта нотка не зашла. То есть нужно брать пробник, нужно тестить. Ну в общем, надеюсь, ничего вам не забыла. Все показала, все рассказала. И вы знаете, я уже когда сделала заказ, думаю, стоп. Я же с девочками разговаривала. Я себе не заказала плампер. На пробу очень хочу взять плампер. Потом забыла заказать себе ополаскиватель в серии у нас Эксперт Фарма. С дубовыми галами в коричневом флаконе. Что я еще забыла взять? Вот капсулы можно было приобрести. Не заказала. Ну и в общем, я так увлеклась новыми помадами. Вот этими. Выбирала, выбирала, какие я хочу взять себе на пробу. Что о пламперах я совершенно забыла. Представляете? Ну в общем, я буду исправляться. Буду делать еще заказ. И обязательно вам покажу, расскажу свои ощущения. Ну и новый каталог. Полистаем, посмотрим. Здесь тоже много интересного. Тоже для новичков. Будет водичка Пуртужур в подарок. Вот такая. Тоже многими. У меня вот один из любимых ароматов. Многими она любима. Поэтому вот смотрите. В общем, вот такие у нас сейчас прекрасные предновогодние каталоги. Пишите, что заказывали вы. Делитесь. Я всегда очень рада вашей обратной связи. Ну и теперь говорю до свидания. До новых встреч. С вами была Виктория. Делитесь в комментариях. В общем, буду очень ждать. Ну и теперь до свидания. До новых встреч на канале. Субтитры сделал DimaTorzok